Привет, гламур! Я Хэлли Стейнфилд, и сегодня я разберу несколько своих культовых образов из фильмов и сериалов. «Железная схватка» 2010, где все началось, это мой первый фильм. Мати предстает перед нами в красивом фасоне этого платья, которое она шила сама. И когда она понимает свою миссию, она полностью меняет гардероб, на что-то, в чем ей будет удобно быстро передвигаться и делать все, что необходимо. Отомстить за смерть отца. Знаете, делать исторический фильм – это значит передавать атмосферу напрямую через одежду. Никогда не забуду свои ощущения в те моменты, когда я надевала эту шляпу. Пальто, чувствовать на себе его тяжесть, затягивать его ремнем, надевать эти ботинки, идти каждый день на работу – это было такое невероятное и вдохновляющее чувство. И Мэри просто потрясающе. Было невероятно круто смотреть, как она работает. Ромео Джульетта 2013. Мы знаем Джульетту как юную, невинную, даже немного бесстрашную и беззаботную девушку с бунтарским нравом, которая восторженно относится ко всему, что происходит в ее жизни вместе с ее Ромео. Я думаю, что ее гардероб прекрасно отражает все это, потому что в ее нарядах присутствует некая легкость. Она выглядит элегантно, роскошно и красиво. Одежда отражает ее натуру и ее происхождение. Это не кажется чем-то искусственным. Это юность в самом лучшем виде, хороший вкус, что тоже, я думаю, отражает ее характер. Даже украшение в прическе. Вы можете заметить какую-то деталь на платье и увидеть, что она сочетается с украшением в волосах. И это все так аккуратно и со вкусом сделано. Почти 17. 2016. Карла Хитланд. Это было очень весело. Карла достала много винтажной одежды для этой роли, которая мне очень нравилась. Но я знала, что эта винтажная куртка была мужская. И мне она нравилась. И мне нравился этот мальчишеский стиль, он один. И в конце концов, эта куртка стала чем-то большим, чем просто элемент одежды, как я думала. Это что-то яркое, причудливое, другое совсем. Она носит кеды на высокой подошве со странными носками. Вообще, даже было несколько вещей из моего гардероба, которые я носила в этом фильме. У меня была футболка с надписью «Очень занята бездельем». И мне казалось, она подходит на один. И я помню, как принесла несколько своих вещей на примерку. Я не надеялась, что они обязательно попадут в фильм, но просто хотела их направить в нужную сторону. Карле очень понравилась эта идея совместной работы со мной и то, что мы вместе думали над моим персонажем. Но моя любимая вещь — это такой большой свитшот «Лебовский», который на Надин. Потому что мне казалось, что это мог быть один из ее любимых фильмов. А может, я просто так думала, потому что это мой любимый фильм. «Бамблби» 2018 — это такой дух 80-х. Музыка играет огромную роль в этом фильме. Чарли, она механик. Ей приходится постоянно пачкать руки, она всегда на ногах и все время работает. Поэтому было очень важно, чтобы она носила комфортную одежду. Я думаю, что фанатам «Трансформеров» было очень интересно увидеть эту молодую героиню в другом образе, в отличие от предыдущих фильмов. Было здорово, было очень круто играть эту роль. И цветовая гамма здесь более темная, передает настроение. У меня здесь такие шорты под шортами. Это была такая фишка Чарли. Не совсем помню, как так получилось. Не знаю, было ли так задумано на примерке, когда ты что-то накидываешь на себя, например, когда что-то набрасываешь сверху, чтобы посмотреть, сочетается ли оно с другими вещами. Не помню, случилось ли это так, или это было специально. Точно не помню, но мне нравится. Это довольно странно. Я такого еще не видела нигде. Наверное, будет еще более странно, если я больше нигде не увижу такое. Но Чарли это идет. Диккенсон. С 2019 по настоящее время. Диккенсон занимает особенное место в моем сердце, и как исполнительный продюсер этого сериала я была вовлечена в него намного больше, чем в мои предыдущие проекты. Одно из моих любимых воспоминаний из Диккенсона – это работа с Джейн, и это даже не обязательно взаимодействие с ней, просто слушать, как она рассуждает о моем персонаже и о других персонажах. Эмили Диккенсон в своем культовом белом платье, в котором, как мы знаем, Эмили практически жила. И это невероятное красное сатиновое платье, которое стало такой символической частью проекта. И эти корсеты, и оборки, и юбки – вообще самое потрясающее. Я думаю, потому что я видела, что Джейн просто была помешана на том, чтобы в нашем третьем и последнем сезоне у нас появились изменения в одежде, фасонах. Потому что время менялось. Это 60-е, детка, если хочешь. И мы обыгрывали разные фасоны, и для нас это было так здорово, для всех нас, девочек. Потому что нам хотелось немного приключиться. Я играла одну сцену с Джейн Краковски, которая исполняет роль миссис Диккенсон, и на мне была эта роскошная, аутентичная ночнушка 1800-х. Ткань была такой хрупкой и нежной, и сцена была такая. Эмили в кровати под одеялом, и приходит миссис Диккенсон, срывает одеяло и говорит «Вставай, пойдем, вылезай из кровати, мы идем». Думаю, мы собирались на водные процедуры. Да, на водные процедуры. Конечно же, мы снимали сцену не один раз, и в одном из дублей Джейн подходит и срывает одеяло, и я слышу, что-то порвалось, и я такая «О боже, о боже, что это было?» Это был рукав от этой великолепной нежнейшей ночной рубашки. И, конечно, они все, вся команда, все были там, мы были готовы все зашить так, как будто ничего и не было, но это было так, господи, только не вещи с 1800-х. Все было так хорошо, но оставим это на совести, Джейн. Шучу, возможно, это я была виновата. «Соколиный глаз», 2021-й. «Как хорошо, что мне нравится фиолетовый». Надеюсь, вам тоже, потому что вы увидите много фиолетового в этом сериале. Кейт родилась и выросла в Нью-Йорке, и я всегда, как только я приехала в Нью-Йорк, думаю, первое, что привлекло мое внимание, это уличный стиль. Я хотела, чтобы в Кейт была эта уверенность, этот взгляд, который ты замечаешь, когда ходишь по улицам Нью-Йорка. У нее было такое пальто, здесь еще одно пальто. Вот такие рваные джинсы от Валенсио, если что. И мартенсы, и вот такие толстые носки, и идеальная белая футболка. Я еще носила вот такой фиолетовый костюм. Вообще, я должна сказать, что это, наверное, моя самая комфортная одежда за все время, пока я снималась. Я тащилась от этого костюма во время примера. Имею в виду, он буквально как будто бы распадался на сто кусочков, которые потом соединялись воедино, как на мне. И я стояла перед зеркалом и смотрела, как они соединяются. Знаете, это что-то такое, что я видела в комиксах, что мы все видели в комиксах. И есть несколько вариантов этого костюма. И мне так хотелось узнать, какой они выберут для меня. И это, конечно, невероятные эмоции, это очень круто. Было классно отправиться в путешествие по своим воспоминаниям, увидеть эти сумасшедшие, культовые, забавные, потрясающие образы. Надеюсь, вам понравилось. Продолжение следует...